Всемирный тотальный диктант. Сегодня писали в Симферополе. Участники со всех уголков Крыма проверяли свою грамотность на шести площадках, в том числе и в Крымском федеральном университете. Текст Андрея Усачева о древних эллинах участники признали сложным и интересным одновременно. В крымской столице задействовали шесть площадок, чтобы все желающие могли вернуться в школьное время и проверить свои знания русского языка. Автора текста Андрея Усачева крымчане знают по его произведениям. Андрей Усачев – это детский писатель, признанный, автор, классик современный. И я думаю, текст интересен. В каком-то смысле обращен, наверное, к ребенку, который каждый в нас сидит. Каждый раз не знаю, кто эти люди, кто изъявил желание написать тотальный диктант. Но, конечно, если серьезно, то могу сказать, что эти люди не связаны с русским языком напрямую. Проверить свои знания в Симферополь приехали крымчане всех возрастов из разных уголков полуострова. В Крыму акцию проводят уже третий год. И некоторые желающие писали диктант уже не в первый раз. Я в 2014 году приезжала, писала этот диктант. Я люблю русский язык. Очень люблю. И у меня есть внучка. Стимулировать внучку. Интерес. Проверяли свои знания и студенты, обучавшиеся ранее в школах с украинским уклоном. Я училась в классе с украинским уклоном и, к сожалению, никогда не изучала русский язык. И только поступив в университет, я стала осваивать эту дисциплину русский язык и культура речи. И мне интересно проверить свои знания, написав тотальный диктант. Акция набирает обороты. И количество желающих участвовать в ней с каждым годом стремительно увеличивается. В прошлом году участвовали примерно 250 крымчан. В этом же не менее 500. Игорь Романенков, Александр Корнович. Время новостей.